Девушки отдыхают А вы тут зачем? Конечно, для того, чтобы забрать тело. Дознаватель уже здесь. Принц Зинлин, отойдите, пожалуйста. Дознаватель? Подождите. Джун Хулу, Верховная Палата как раз впереди. Почему ты так волнуешься? Настаиваешь на проведении вскрытия здесь? Почему ваше Высочество всё время нас останавливает? Вы просто перевозите труп. Почему так волнуетесь? Нелепость. Ты продолжаешь пытаться меня остановить. Ты делаешь это из личной неприязни? Ваше Высочество. Ваше Высочество. Ваше Высочество. Принц Пэнь Чен. Принц Пэнь Чен пришёл в себя. Принц Пэнь Чен очнулся. Мы возвращаемся, чтобы увидеть его. Если тебе есть, что нам сказать, скажи это принцу Пэнь Чену. Нет необходимости говорить это здесь. Немедленно едем в поместье принца. Пусть он будет судьёй. Да. Принц Пэнь Чен. Старшая сученица, скорее очнись. Не волнуйся, она скоро придёт в себя. Принц Пэнь Чен. 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 Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрее! Помоги ей подняться! Старшица-ученица! Если Лу Юань не увидит её тело, он это так не оставит. Кун Чен, сожги позже повозку. И все трупы тоже. Не оставляй никаких следов. Да. Кун Чен! Кун Чен! Кун Чен! Кун Чен! Заберите его. Можете идти? Да. Кто ты такой? Почему ты спас меня? Не важно, кто я такой. Важно то, что слишком много людей хотят тебя убить. Незачем приводить меня в дом мертвеца. Это разочарует тебя, но генерал Шейн в полном порядке. Что ты сказал? Что ты сказал? Человек, совершивший такое тяжкое преступление, он не умер? Это не так. Я лично видел, как их везли на казнь. Годы ненависти лишили тебя способности мыслить здраво. Как жаль. Кто ты такой? Какое ты имеешь право меня порицать? Ваше Высочество. Ты... Ты тоже не умер! Су Ци Сянь. Тут ты совершил серьёзную ошибку. И всё равно наставишь на собственном пути? В тот год ради вас Шэнь Тиньжан отказался открыть городские ворота. Из-за вас все мои братья трагически погибли от рук армии Уэй. Я никогда не забуду этого. Ты ошибаешься. В то время генерал Шэнь отчаянно защищал не меня, а город, полный простолюдинов. Из-за вашей скалобости вы видели только, как генерал Шэнь бросил вас, и забыли, что он генерал. Тогда армия направлялась прямо к городу. Там были мятежники в пельмешку с солдатами. Как он мог открыть ворота? У генералов есть свои обязанности по защите города и его жителей. Если посмотреть с двух сторон, трудно быть всегда справедливым. Ты думаешь, он хотел это сделать? Это был единственный выход. Любой генерал поступил бы точно так же, как поступил генерал Шэнь. Пусть так, но мы не должны были страдать от этой несправедливости. Все это время генерал Шэнь жил с чувством вины. Он никого из вас не забывал. Субтитры создавал DimaTorzok После случившегося генерал Шэнь приложил все силы, пытаясь обжаловать и отменить приговор, чтобы выяснить правду о повстанческих силах. Он использовал все возможные способы, чтобы возместить ущерб семьям. Ты ничего не знал обо всем? Что он сделал? Ты сказал, что вы были невинными жертвами. Подумай хорошенько об этом. Вы все ошибались. Вы все пострадали от большой несправедливости и многие невинные люди, которым ты причинил вред. Не будь таким опять. Ты должен перестать быть таким упрямым и движимым ненавистью. Ты тоже когда-то был солдатом и генералом. Ты должен понять. Сражайся за народ. Оставайся верным, чтобы заслужить доверие и очистить имя невинных. А твой ученик, он убеждал меня снова и снова не причинять тебе вреда. У тебя хороший ученик. Он хочет, чтобы ты раскаялся в своих проступках. Оставайся верным, Как она? Почему до сих пор не очнулась? Ей ведь ничего не угрожает? Должно быть, нам нужно еще подождать. Не волнуйтесь. Я сделаю все, чтобы позаботиться о ней. Четвертый брат, не волнуйся. С Цефейли, все будет в порядке. Сейчас самая важная семья Шень. Почему бы нам не вернуться в поместье? Я понимаю. Я скоро вернусь. Подожди меня. ПОДПИШИСЬ! 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 Случай с семьей Шэнь задел людей заживое. Сейчас я выслушаю это дело вместе со всеми вами, чтобы установить справедливость. Ваше Высочество мудрый! Тинвэй. Ваше Высочество! Я бы хотел пригласить одного человека, чтобы он рассказал об этом деле. Хорошо. Приведите его! Принц Зин Лин. Кто он? Ваше Высочество. Это Сюй Цзи Сян, бывший генерал армии Су Юань. Я Сюй Цзи Сян. Приветствую Ваше Высочество. Сюй Цзи Сян? Разве он не был одним из мятежников того времени? Разве он не умер в Панччине? Это правда он. Сюй Цзи Сян. В пользу кого ты даёшь показания? Я свидетельствую в пользу Шантинджана. Вызовите сюда Шантинджана для судебного разбирательства. Приветствую, Ваше Высочество. Взгляни. Кто он такой? Сюй Цзи Сян? Сюй Цзи Сян. Отдаёт дань уважения генералу Шеню. Почему ты не искал меня? Я виноват. Перед тобой нашими товарищами. Генерал. Это моя вина. Ваше Высочество. Покушение на вас в день свадьбы. Это полностью моя вина. И это я. Оболгал супругу Ли. Это должно было убить двух птиц одним камнем. Чтобы генерал Шэнь тоже умер. Цзи Сян. Ваше Высочество. Сюй Цзи Сян в то время был мятежником. Его слова не заслуживают доверия. Если верить тому, что он сказал, он хотел убить Шэнь Тиньджана. И его план почти удался. Так зачем же ему приходить ко двору и разрушать свой собственный план? Он бывший подчинённый Шэнь Тиньджана. Конечно, это последняя возможность для Шэнь Тиньджана. Детская одежда, с которой раньше Джунхулу свидетельствовал, тоже была дана ему мной. Ваше Высочество. Если Джунхулу не поверил мне, почему он использовал детскую одежду, которую я дал ему, в качестве доказательства того, что супруга Ли была дочерью семьи Шэнь? Много лет назад я похитил супругу Ли, когда она ещё носила эту детскую одежду, чтобы отомстить за битву при Пэн Чэне. Я был ослеплён жаждой мести и забыл свой долг генерала. Я ошибочно обвинил генерала Шэня. Цзи Сян, больше ничего не говори. Генерал Шэнь, дай мне шанс искупить мои преступления. Это яд, который я использовал во время убийства. И его я лично придумал. Тинвэй, пожалуйста, осмотрите. Ваше Высочество, генерал Шэнь, уважаемый человек, я пытался оклеветать верного и честного чиновника и совершил ошибку. Я не могу искупить своё преступление. Поэтому я готов умереть. Генерал Шэнь, я ошибался. Пожалуйста, простите меня. Цзи Сян, я не виню тебя. Как генерал, я не сделал ничего плохого. Но как брат, я виноват перед тобой и всеми остальными. Цзи Сян оклеветал верного и честного человека, покушался на убийство принца Панчена. Его преступления караются смертью. Стража, отведите его в судебную палату. Его казнят завтра в полдень. Я был ослеплён местью в этой жизни. Я был лишён всего человеческого. Совершил столь непростительное преступление. Это я разочаровал солдат, которые погибли. Я причинил вред тем, кто видел во мне семью. Простите, я преступник Сюди Сян. Умру без сожалений. Наконец-то открылась истина. Вся семья Шэнь стала жертвой такой несправедливости. Генерал Шэнь, ты страдал. Ваше Высочество, простите. Моя дочь умерла. А к моей жене вернулась старая болезнь. Я стар. И мои надежды уже умерли. Я почтительно прошу, Ваше Высочество, разрешить мне уйти в отставку и вернуться домой. В настоящее время армия Вей развернула войска. Война вот-вот начнётся. Ваше Высочество, я уже принял решение. Не стоит меня уговаривать. Ваше Высочество, в таком случае, если искать кого-то в качестве замены, чтобы поставить на этот пост, я боюсь, что есть только один человек. Когда мне было 12, я был удостоен титула принца Пэнчена и назначен правым генералом. В 14 лет меня объявили главнокомандующим, и я стал наместником провинции Юй. Я руководил армиями пяти округов. Джунжулин, имею ли я право взяться за это дело? Я лично возглавлю армию. Джунгхулу, ты возражаешь? Это желание каждого. Хорошо. Я разрешаю генералу Шэню вернуться в родной город. Спасибо, Ваше Высочество. Джунгхулу, ты вполне можешь пойти со мной на эту войну. Пусть Принц Зинлин возглавит армию Дзянькана. Четвертый. Ваше Высочество мудр! Желаем вам победоносного возвращения! Четвертый брат, когда ты начал сомневаться в наставнике супруги Ли? Еще помнишь ту ночь, когда возил меня в зал Сяньдзю? Старший соученик супруги Ли делал мне иглы укалывания. Ты был в сознании? Спасибо. Вам не нужно меня благодарить. Эта Ли Гэ умоляла меня поверить в вас. Не хочу ее разочаровать. Ли Гэ? Но кто поручил тебе убить меня? Только через него мы сможем отвести подозрения от семьи Шейн и Ли Гэ. Ты понимаешь? Он следил за всем, что вы, дети, делали. Он никого из вас не оставит в живых. Скажи мне, чтобы мы могли спасти Ли Гэ. Я знаю. Но вы должны пообещать мне, что никогда не причините ему вреда. Ли Гэ бы этого тоже не хотела. Хорошо. Это наш наставник, Сюй Линь. Где он сейчас? Ты можешь помочь мне его найти? Старший соученик супруги Ли выследил Сюй Линя. Но тут случилась армейская церемония, отложив мой план и сугубив мои травмы. Так что в итоге я потерял сознание. Лу Юань воспользовался этим временем, чтобы посадить семью Шень в тюрьму. Он хотел доказать перед чиновниками, что я был ранен и наемный убийца супруга Ли. Мое состояние помешало использовать лучшее время для спасения семью Шень. Когда я пришел в себя, было уже слишком поздно. Ваше высочество, наконец-то вы очнулись. Помоги подняться. Где Ли Ге? Ваше высочество, ее признали виновной в Верховной судебной палате. Супруга Ли и семья Шень будут завтра казнены. Не говори о том, что я пришел в сознание. Доставьте сообщение принцу Дзинлину. Даже когда я очнулся, никак не мог изменить приговор. Сюй Линь был ключом к появлению кинжала и детской одежды. Но в это время, кроме семьи Шень, было еще кое-что более срочное. Мы были на пороге войны. Поэтому я послал Хуюни и Ван Ци Цинь спасти Шень Фэна, который был в бегах, чтобы отправить его на северную границу для поддержания боевого духа и предотвратить вторжение. Я встретился с Лигой позже. Четвертый брат, ты пришел в себя. Ты как? Как твоя рана? Я в порядке. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Обещаю тебе, мы никогда больше не расстанемся. Я знаю, ты рисковала жизнью ради желчи и, несмотря ни на что, отдралась за последний кусочек противоядия. Я смог очнуться, потому что ты спасла меня. Я виновата перед тобой. Но раз ты очнулся, могу умереть без сожалений. Не говори так. Я не позволю тебе умереть. Тебе придется провести со мной всю жизнь. Я отдал приказ выследить и арестовать Сюлиня во что бы то ни стало. Если поймаем его, все можно будет разрешить. Правда? Вот только поймать наставника будет нелегко. А если хотим, чтобы он очитил имя семьи Шень, боюсь, это будет еще труднее. Не волнуйся. Твой наставник просто ослеплен ненавистью. Он еще может прийти в себя. Я лично встречусь с ним и объясню, что тогда произошло. Мы спасем семью Шень. Но казнь уже завтра. Нужно придумать, как ее отложить. Четвертый брат. Я могу выиграть время. Если завтра, во время казни, я вдруг окажусь отравленной и умру, это вызовет подозрения, затянет дело, вынудит к повторному разбирательству. Тогда слушание пройдет в твоем присутствии. Может быть, еще есть шанс для семьи Шень. Что ты хочешь сделать? Это опасно? Не переживай. Со снадобьемы старшего соученика проблем точно не будет. Что за снадобье? Четвертый брат. Я доверяю тебе. И ты вери мне. Хорошо. Я верю тебе. Затем я договорился с Цзинь доставить лекарство Ли Гэ. После этого Сюйджейн наконец-то привел Сюйлиня в поместье Шень. Я переубедил Сюйлиня и заставил его понять положение семьи Шень. Четвертый брат, это ты переломил ход событий. Не только узнал правду, но и разрушил заговор. Даже спас семью Шень и оправился от яда. Но самое главное, ты нашел кое-кого вроде Сюпругили, родственную душу, которая сделает для тебя все. Я поистине восхищаюсь тобой. Ладно. Не торопись. Однажды и ты найдешь любимого человека. Я должен тебя поблагодарить. Тебе тоже пришлось нелегко. Мы семья. И что тут благодарить? Я слышала, что супруга Ли умерла от яда в день казни. Говорят, это делорук Джунхулу. Правда? Джунхулу такое сделал? О каком яде ты говоришь? Что сделал Джунхулу? Да кто знает. Я это слышала от стражников. Они говорили, на нее было страшно смотреть. Не может такого быть. В поместье не было никаких движений. Ее и так должны были казнить. Какие могут быть движения? Хорошо, продолжим. Зачем Джунхулу отравлять ее за день до казни? Шин Ли Гэ, ты хочешь использовать свою смерть, чтобы потянуть время, чтобы семья Шинь могла выйти сухой из воды. Но... ты и правда умерла? Ли Гэ. Ли Гэ. Семья Шинь очистила свое имя. Все разрешилось благодаря тебе. Ли Гэ. Тебе досталось. Ли Гэ. Супруга Ли. Ли Гэ. Ли Гэ. Скажи что-нибудь. Это я, четвертый брат. Что происходит? Ли Гэ сказала, что все будет хорошо, раз ты рядом. Он уже сделал ей иглоукалывание, но... Но время было упущено. Упущено? Прием этого снадобья все равно, что смерть. Нужно принять противоядие в течение получаса. На обратном пути нас преследовал Лу Юань, так что мы задержались. Снова этот Лу Юань? Что с ней будет? Я не знаю. Судя по всему, я тут же должен был выйти из ее крови. Так что... Либо у нее травма, либо она не желает подсознательно приходить в себя. Не хочет приходить в себя? С тех пор, как вы поженились, она получила столько ударов. И все это навалилось слишком быстро. Под влиянием снадобья она отвергла внешний мир. Есть ли способ спасти ее? Не беспокойтесь. Я сделаю все возможное, чтобы спасти ее. Пожалуйста, идите. глупая девчонка. не бойся. Я здесь. Я никому не позволю причинить тебе вред. Скорее приходи в себя. Хорошо? Лега. Приветствую, тетя. Не называй меня тетя! Ты так долго продумывал этот план и все же потерпел поражение. Не ты ли говорила, что все пройдет как надо? Ты столько усилий приложил. Принц Пэньчен выздоровел. Всего-то супруга Ли из семьи Шэнь погибла. Впустую потратил так много времени. Потерял титул министра пяти восковых приказов. Лишен командование. Какой смысл мне в тебе? Тетя, не сердитесь. На этот раз я на самом деле все испортил. Однако у нас еще есть возможности. Возможности? Кто когда-либо давал мне возможность? Если бы в том, что я делала для тебя, я где-нибудь ошиблась, была бы обезглавлена! А что ты сделал для меня? Теперь принц Пэньчен ведет войска в бой. Если вернется ко двору победителем, обязательно заручится поддержкой народа и чиновников. У нас больше нет никаких возможностей. а ты возможно даже не сможешь вернуть свою прежнюю жизнь. Тебе я больше не буду никогда доверять. Уходи. Тетя! Тетя! Пожалуйста, выслушайте меня. Принц Пэньчен поведет войска в бой. Если я останусь в Денькане, он лишится спокойствия. Но взяв меня с собой, он получит еще больше проблем. Ты все еще так думаешь? Но северная граница, земля армии Су-Йоан, ты обезоружен и беззащитен. Поле боя никем не управляется. Это же наш лучший шанс. Император полагался на принца Пэньчена в течение стольких лет. Если сможем избавиться от принца, тогда все окажется в наших руках. На этот раз я, Лу Юань, больше ничего не испорчу. принц Пэньчен здесь. Приветствую, Ваше Высочество. Быстрее, вставай. Ваше Высочество был занят, поэтому я беспокоилась и не приходила в павильон Чинсю. Вместо этого вы беспокоились и пришли сюда. Это моя ошибка. Я слышал, ты заботилась обо мне днями напролет. Должно быть, тебе пришлось нелегко. Это моя обязанность. Ее Высочество сильно похудело, беспокоясь о вас. Ваше Высочество. Она просто рисовала для вас Ваше Высочество. Правда? Не говори ерунды. Подавай чай. Слушаюсь. Я просто небрежно рисовала, он еще не закончен. Надеюсь, вам понравится. У него есть и тело, и душа, почти как живой. Ван Фэй, у тебя отлично получается. Вы мне льстите. Я была бы довольна, если бы могла изобразить хоть каплю благородства Вашего Высочества. Ну как? Маленькая стрелочка меняет все впечатление от картины. Это хорошее дополнение Ваше Высочество. Ван Фэй, ты так искренне выполняла свои обязанности, я понимаю это всей душой. Отправляясь в бой, я не могу сказать точно, когда вернусь. Мне придется побеспокоить тебя касаемо поместья и матушки. Не волнуйтесь. Я ни за что не подведу вас, выполняя ваш приказ. Буду молиться каждый день, чтобы Ваше Высочество были в безопасности. Ваше Высочество, Ван Фэй, чай готов. Что касается супруги Ли, у меня есть несколько откровенных слов, которые я хочу вам сказать. Пожалуйста, Ван Фэй, скажи. Если бы я настойчиво ждала, когда Ваше Высочество очнется, прежде чем отдать супругу Ли в Верховную Палату, возможно, итог был бы другим. Но сейчас слишком поздно что-то менять. Тогда все улики указывали на супругу Ли. С этим тоже ничего нельзя было поделать. Ты также выполняла свои обязанности, Ван Фэй. Младшая сестра была добрым и чистым человеком. Я не верила, что она это сделала. Поэтому я спросила ее по секрету. Вот как? И что она сказала? Она призналась во всем, что касалось убийства и проявила уважение к Вашему Высочеству. Я знаю, что у нее должно быть были причины на это, но привязанность не влияет на закон. Теперь правда ясна. Младшую сестру использовали по причине ее ненависти. Теперь мое сердце наполнено разными чувствами. Младшая сестра была любящим и верным человеком. Была храброй, чтобы принять последствия. Я восхищаюсь ей. Какая жалость. Она была красива и умерла слишком рано. У Вас обеих прекрасный характер. Супруга Ли призналась тебе, потому что она тебе доверяла. Я благодарен тебе за то, что Вы смогли так относиться друг к другу. Я только надеюсь, что где бы ни была ее душа, она может быть свободной и счастливой. Вот именно. Я также надеюсь, что она сможет быть свободной и счастливой. Недавно армия Вэй прошла маршем вдоль северного берега Хуанхэ. Они расположились на северном подожье Горобидья. Их главная задача разведать обстановку в районе Гавани. Седьмого числа другая группа солдат армии Вэй двинулась на юг. Они пересекли реку и приблизились к порту. Но они отступили после того, как закончили разведку местности. Правда, в этот раз они не наделали много шума. Они использовали много хитрых стратегий. Им удавалось сбежать каждый раз, когда мы пытались преследовать их. Хитрые стратегии, такие исключительные военные стратегии. Должно быть враг, это он. Это будет тяжелая битва. Саньбао, здесь. Повысь. Ли Чинь Сюня, до генерала. Пусть командует авангардом. Танхуэ будет командиром левого отряда, ван луи правого. Оба отряда будут поддерживать Ли Чинь Сюня. Вся армия должна быть готова начать наступление через два дня. Хо Юнь. Здесь. Пока меня нет Дзянь Кане, ты должен помогать принцу Дзинлину. Слушать все приказы принца Дзинлина. Принял ваш приказ. Я вас не разочарую. Хорошо. Ты можешь идти. Да. Саньбао, ты уже обо всем договорился? Да. Четвертый брат. А что насчет супруги Ли? Если бы я смог тогда задержать Лу Юаня, пусть даже ненадолго. Ее нынешнему состоянию не помогут лекарства. Она может рассчитывать только на себя. Я верю, что Лю Гэ полностью придет в себя. Просто я собираюсь на поле боя и надеюсь, что смогу составить ей компанию в ближайшие пару дней. Приветствую, Ваше Высочество. В чем дело? Тай Фэй беспокоится о здоровье Ваше Высочество и приказала мне отнести суп из Женшини. Тай Фэй такая внимательная. Сяуси. Я знаю, я виновата. Это твой платок. Ваше Высочество, этот платок подарили мне вы. Мы уже встречались в поместье Шэнь. Я Шэнь Ли Цин. Младшая сестра супруги Ли. Ваше Высочество, не важно, что раньше было между нами недопонимание. Мне тоже грустно, что семья Шэнь страдает из-за всех этих проблем. И я скорблю о потере старшей сестры. Это очень печально. И сейчас, что я смогу что-нибудь сделать для похорон старшей сестры. Мне будет этого вполне достаточно. Надеюсь, Ваше Высочество позволит мне. Я уже назначил людей позаботиться о ее похоронах. Тебе не очень беспокоиться. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я недавно нашел это поле от цветущих деревьев. Оно столь же прекрасно, как ты, когда была младше. В будущем только мы вдвоем будем знать о нем. Как только я вернусь с победой, в сезон цветения каждый год мы будем смотреть с тобой на цветущие груши. Мы приготовим твое любимое вино двух сердец. Хорошо? Я слышал твой ответ. Ты сказала, что тебе нравится груша, тебе нравится это место. ДИНАМИ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok